Лёва! Лёва! КОНЕЦ 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 Чё так долго? Оформляют. Господи, не верится вообще. Может, проблемы какие-то? У нас одна проблема – это ты. Отрадания КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА все нормально ребят тоже очень много сделали спасибо спасибо ну чё поехали а вещества и где без тюрьмы ничего не забирай что потом не возвращаться иваныч ты это отдохни сегодня ладно мы завтра ладно спасибо алексей иванович здравия желаю с возвращением ну как михаил значит сразу к нему зайца чё нервируешь человек есть михаил гнать разрешите алексей иванович лёша прекрасно выглядишь вашими молитвами не моими это ребят твои постарались садись я уже тогда присядь спасибо почему мне ребята рассказали я в курсе дела как они на вашу расколы я до последнего момента ничего не знал они все втиху втиху а он значит молчит молчит совсем совсем как рыба значит вы хватит по полной к этому все идет тем более крупин подельник его который кокаин хотел продать он заговорил как только мы нашли в его квартире кокаин он сразу новожилова сдал этот сучок этот новожилов как встретишь его трещит безумок а сейчас молчит это генерал позвони все-таки хлопотал за тебя непременно я забыл совсем у меня тут для тебя подарок есть лёшник от моей внучки от катеньки ква-ква то есть гав-гав спасибо гав-гав вот паре хочу подарить это у неё вообще спросил нет ну это же прелесть она же в восторге будет я думаю она тебе даст по голове хорошая шапка ушанка может получиться да не он старого него борода видишь думаешь мне понравится не ну это как шить саня если серьезно это же живое существо это огромная ответственность ты заварю принял это решение а с ним же не в командировку не уехать никуда не отлучиться он же милый ну да эти дела не меняет всем привет здрасте все животное четыре дня не было почему устроили а если меня дольше не было пусть у тебя корову привели лошадь я ничего не понимаю давайте срочно убирать его отсюда алексей иванович что это подарок мне не надо спасибо не вас хватает на выезд у нас труп все животноводы поехали андрюк пригляди коль я слыхал что кроликов вымачивают в уксусе прежде чем приготовить не лучше в чесночном соусе да у меня бабушка так делала говорит очень вкусно забирай что испугался до животновод ты наш боится животновод здрасте привет 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 ну что у тебя Адгарыч здесь у нас Лев Николаевич Лев Аркадьич Нестеров 42-х лет вот роду видишь как его раскурочили никакой отвертки не надо ага ну и чем это его ну вероятно длинным хорошо заточенным лезвием тут видишь целый арсенал у него бери любой девушкам я бы не рекомендовал смотреть ту еще разрублено от плеча до пояса ничего я медик всякое видал а каким из этих ну все вроде чистые никаких следов крови нет видимо протерли и вернули на место либо убийца забрал орудие преступления с собой кто бы это мог быть думаю что не жена ну нет во первых она говорила что я не был неделю дома во вторых смотри какой силы удар тут явно мужик был это был ниндзя с отличной физической подготовкой положи на место дело тут странное дверь закрывается изнутри на дополнительный засос который уходя никак не закрыть окна все заперты я проверил в общем агата кристи и я семенов я твой отец там вдова ты больной что ли а? иди давай допроси консьержа шлем на место поставь услышь лук скайуокер бегом с кем работаем ну с кем работаем ладно пойду с женой поговорю сюда алексей иванович и Да, просто красота. Здравствуйте. 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 Мы понимаем, вам тяжело, но все-таки мы вынуждены задать несколько вопросов. Давайте начнем с самого начала. Вы когда входили в дом, ничего не заметили странного? Я сразу заподозрила неладное. Телефон у Львы не отвечает, дверь не открывается. Мы созванивались с ним вчера, он сказал, что будет дома. Я пыталась открыть дверь, но она была закрыта изнутри, и я поняла, что что-то произошло. Чем супруг занимался? Он владелец клуба единоборств. Иногда сам там тренировал. Значит, много друзей, знакомых. Знакомых много, а друзей не особо. А в последнее время не замечали скандалы? Может быть, кто-то угрожал, хотели отжать клуб? Не думаю. Лева был человеком жестким, физически крепким, мастером боевых искусств. Из дома ничего не пропало? Вроде все на месте. Ну, вы еще как следует еще раз посмотрите. Вдруг не заметили. Простите, а вы же выезжали из Москвы на некоторое время, да? Да, я ездила в командировку в Питер. В Питер? Хороший город. Товарищ у меня там работает Леха Николаев. Давно не виделись. Скажите, Лев Аркадьевич Нестеров вчера во сколько вернулся домой? Около семи вечера. Пришел один? Да, как всегда. И никуда не отлучался? Нет. Может, кто-нибудь приходил? Пицца, почтальон? Нет, совершенно точно могу вас уверить, что никто чужой за последнее время в подъезд не заходил. А Ксения, его жена, долго отсутствовала? Примерно неделю. Вы уверены? Да. Вы же иногда спите на рабочем месте. Ну, как же без этого? Конечно, сплю. Но в полглаза. У меня есть звоночек. Как только кто-то в дверь заходит, он сразу день-день-день. Я сразу смотрю либо в камеру, либо в окно. А видеозапись ведется? Обязательно. И со двора тоже. Давайте смотреть. Давайте. Можно? Да, пожалуйста. Понятно, что ничего не понятно. Следов нет, взлома нет. Труп есть. Угу. А мог убийца с крыши через чердак в подъезд проникнуть? Дверь на чердак опечатана, закрыта. А через окно? Рамы по спецзаказу усиленные. Следов взлома нет. Ну, а что если жена пришла в квартиру, убийца был там и под шумок ускользнул? Вот так надо. А вентиляционная шахта? М? Трубопровод. Если он таракан или машина. Лёхенька, ау, Лёхенька, ау, Лёхенька. Да. Что ты думаешь? Я пожар видела. И мужчина из этого пожара выбегал с мечом. С длинным таким. Вот это зацепка. Это сериал зацепка. Ну, перестань. Лёхенька, и какое это отношение имеет к нашему убийству? Пока не понимаю. Понятно. На том спасибо. Ну, что будем делать, Орёл? Будем отрабатывать знакомых мужа, жены, а также викингов, рыцарей и самураев. Да. Викингов, рыцарей и самураев. А вот жену нужно отрабатывать. У неё всё слишком гладко получается. Командировка подвернулась вовремя и вернулась после убийства сразу. А что? Она ведь могла и заказать убийство. Могла. Чего только не бывает. Могла. Да. Но могла. Ага, вот он, юный Шумакер. Поймал? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Катаешься? Да. Ну, давай, вперёд, покажи, что умеешь. Ух ты, крутой, а? Смотри. Привет. Привет. Ты звонила, я приехал. Ты хотела поговорить? Помириться. Уже восемь дней прошло, ты не завязняешь, не звонишь. В городике всё как-то вышло. Мы же не чужие люди, да, Макс? Мне кажется, мы с тобой всё уже обсудили. Что мы обсудили? Пожалуйста, давай закончим бизнес, это бред. Ты сейчас дурел, Макс? Ты жена моего лучшего друга, давай без истерик. Артём, домой поехали. Сань. Да. Держи. Спасибо. Слушай, а ты с чего вообще решил ей кролик-то купить? Ну, в знак примирения. Она же обиделась, что я тогда ночью от неё уехал, когда Иваныч задержали. Романтику испортил, да? Угу. Какой ты пожар-то видел? Слушай, да я сама толком не поняла. Но знаешь, ощущение такое, что это было давно. В древности, что ли? Ну, почему сразу в древности-то? Ну, там в коллекции разные старые вещи были. Нет. Может, несколько лет назад. Приятного. Приятного. Алексей Иваныч, мы собрались. Значит так, Коля, ты работаешь по Лю Нестерову. Ты, Андрюх, съезди к этой жене убитого, Ксении. Спросишь про её командировку и опроси сослуживцев. Иваныч, можно я завтра съезжу? А то конец рабочего дня, боишься там никого не застать. Тогда сразу с утра. Да. Что по экспертизе? Да, я провёл экспертизу, имеющуюся в квартире оружие. Что-нибудь интересное? Как сказать, жертва разрублена длинным лезвием, которого в доме нет. Всё имеющееся в наличии оружие, чистое, в буквальном смысле. Никаких практически чужих следов нет. Что значит практически? Только пальчики одного из наших, не в меру любопытного сотрудника. Да, Сань? Не удержался? Ну, взял посмотреть один меч. Два. Два. Ниндзя, а убийца мог стереть следы с лезвия? Нет. Там столько крови натекло. Что-нибудь на оружие или на оплётке, рукояти, досталось бы. Хоть мизерные, но следы были бы. Значит, он забрал оружие с собой? Получается так. А это же не ножик? Не кухонный нож. Судя по характеру нанесённой раны, там лезвие под метр длиной. Я же говорю, ниндзя. Сань. Приятного аппетита. Спасибо. Ухна смотрели? Да, Лёш, каждое окно открыли, все рамы осмотрели, никаких следов вскрытия. Они новые совсем, навороченные, ни одной царапинки. Угу. Да и в такую погоду, сам представь, как по крышам скакать. Всё равно, проверьте, там крыши близлежащих домов рядом подходят. Может, следы от верёвки остались или... В общем, посмотрите по тщательней. Как скажешь. Всё, завтра так и работаем. Кушай, кушай. Привет. Чё у вас там случилось-то? М? В парке. С Максом. Откуда знаешь? Ну как, откуда? Не Артём как сказал? Слёзы, ругань, я его еле успокоил, но испугался. Тебя это не касается. Нет, по-моему, как раз меня это касается. Чё случилось? Ничего не случилось. Со слезами, с руганью. Я с тобой разговариваю. Что ты пристал ко мне? Так правду хочется знать, да? Уверен? Сплю я с ним. Мы любовники. Давно? Давно. Много лет. Доволен? Круто. Ну что, Васька? Ещё один день прошёл. А мы с тобой одни. М? Милый мой, я тебе обещаю. Скоро всё изменится. Мы всё время будем вместе. Я очень-очень тебя люблю. Скоро всё изменится. А изменится? Да? Обязательно. Здрасте. Привет. Ты почему опять с ним? А, ну, ты была права. А, она всё-таки тебе дала во главе. Да нет. Там у Вариной мамы аллергия на крольчевет. Ты ты ржёшь. Да ничего, ну, просто ты смешной. Не смешной, я милый. Так, и кто это тебе сказал? Творя. Ну, видишь, значит, всё-таки кролик был не зря. Да, а вот что с ним теперь делать-то? Нет. Забудь. Как ты говоришь, понравилось? Нет, нет. Лёш, у нас новости. Ты очень понравилась. Приятного аппетита. Максим Евгеньевич, может быть, полицию? Лёд принесите. Спасибо. Ну, как говорится, хорошо всё то, что хорошо, кончается. Присаживайтесь. Спасибо. Хотя лучше бы не начиналось. Да это верно. Но ты ведь тоже не без греха. Чё тянул? Дождался, пока сейф открыли. Ты на Вожилова-то хорошо знал? Какие соображения? Да повелся человек на деньги. Так, вроде, мужик нормальный был. Все они нормальные. До поры до времени. Всё и дело в сумме. Кто на какой ломается. Это точно. Ну, что же. Маме привет. Да, слушай, у меня зам скоро уходит. Хочу тебя на его место передащить. Спасибо за предложение. Как ты сразу так не скажешь. Надо подумать. А если я прикажу? Ну, если прикажете, придется соглашаться. Маме привет. Спасибо за доверие. Нету что. Ну что, Эдгарди, чем порадуешь? Эдгарди, ты был прав. На крыше обнаружили следы от альпинистских тросов. Ну, если бы не одно, но. Управляющие компании сказали, что неделю назад их рабочие делали плановый осмотр внешних стен. Они замазывали места, которые облупились. Домишко-то пафосное. Люсь, у тебя что-нибудь есть? Ксения, она что-то скрывает. От нас? Нет. Ну, от нас, наверное, тоже. В общем, я видела, как она говорила какому-то человеку, что любит его и очень хочет с ним быть, и что скоро все изменится, и это не муж. Не любовник. Верно. Ну, а кто еще? Окна еще раз осматривали? Никаких следов скрытия. Как новенький. Значит, у нас остается одна зацепка. Жена убиенного. Ее и будем отрабатывать. Саня, ты когда эту зверюгу заберешь? А может, мы ее оставим? Ну, рыбки же живут в кабинетах. Так кто рыбки? Они нервы успокаивают. Ну, там такое дело. В общем, у мамы Варе аллергия. А ты вон, Люся, отдай. Ну, чего? Алексей Иванович, ну я крайняя, что ли? Я вообще кота хотела завести. Эх, хватит, какая странная ты. Кой. Ага. Может, ты заберешь? Давай. У меня дома чесночный соус есть. Да перестань ты уже. Все, хозяюшка, больше не протечет. У тебя просто руки золотые. Руки как руки, обыкновенные. Давай, садись за стол. Вкусно? Очень. Коль. Угу? Оставайся у меня жить. Да нет, не надо. А почему? Стесню я тебя. Ух ты, какой ты, стесни, у меня три комнаты. Вон, на велосипеде можно кататься. А я тут одна маюсь. Не знаю. У тебя сын есть, его надо спросить. Да у сына своя жизнь. Куши, куши. Куши, куши. Привет, Луф. Привет, Лусь. Я не вовремя? Ну почему не вовремя? Очень вовремя. Володя уже уходит. Люсь, может тебе чаю налить, а? Знаете, не делай этого. Да, если ты думаешь, что ты будешь видеть Тему, когда тебе вздумается, ты глубоко ошибаешься. Собрался валить, вали. Но сына ты не увидишь. Сына не впутывай в эту мерзость. Что? А ты верен, что Артем твой сын? Он не твой сын. А я вообще могу сделать так, что ты никогда его не увидишь. Понятно? Люсь, что же я наделала? Я немного пришла в себя после этого кошмара. Еще раз пересмотрела коллекцию мужа и заметила, что пропал один старинный японский меч. А как он увидел? Можете его описать? Я в этом плохо разбираюсь. Большой такой. Лева говорил, он очень старинный, 16 века. На нем даже была такая маленькая дарственная пластина, металлическая. По-японски было написано? Нет, на русском. По-русски? Интересно. А что, не помните? А какому-то Степанову Афанасию Петровичу за проявленное мужество от какого-то нерусского. Какая-то странная фамилия, не наша совсем. Ну, что-то типа от товарища Чайвайсана, что ли. Чайбалсана? Да, и именно так. Вы знаете, кто это? Председатель Совета Министров Монголии, Маршалл. Участвовал в боях на Холхенголе против японской императорской квантунской армии. О, как. Да, Леня об этом упоминал. А не мог он продать этот меч? Ну, что вы. Лёва очень дорожил им. Говорил, что такой самурайский меч даже для японских музеев большая редкость. Иначе как в перчатках к нему не прикасался. Говорил, что от следов пота экспонаты коллекции портятся. Постоянно все специальной салфеточкой протирал. Буквально пылинки сдувал. А дорого он стоил? Лёва однажды упомянул, что там цифра с пятью нулями. В долларах, конечно же. Серьезная потеря. Нет, ну что вы. При чем тут? У меня муж умер. Я не знаю, как я теперь буду жить без него. Что вы имели в виду, когда говорили, что скоро все изменится? И вы всегда будете вместе. Я не понимаю, о чем вы? Кому вы это говорили? И что должно было измениться? О чем вы? Вы не волнуйтесь. Просто на время следствия не покидайте Москву. А сейчас можете быть свободны. Идите, идите. Да, за попытку спасибо. Ну, попробовать-то стоило. Не дослушали. Спасибо говорить не буду. Алексей Иванович, ну очевидно же, что она врет. Да, врет. А теперь мы ее спугнули. Упрется. Ладно. Ну, простите. Пойдем. Чейбалсан. Слушаюсь. И повинуюсь. Пой, позвони в архив Министерства обороны в Подольске. Узнай Степанов. Фанасий Петрович, боец Краснояр, медицинский 9-го года рождения. Скажешь, что дело серьезное и связано с убийством. Хорошо. Короче. По ушам она ездит, эта Ксюша. Не было у нее никакой командировки. Она от гула брала. Куда гуляла? В тот же день на имя Ксении Николаевны Нестеровой был оформлен билет до Нижнего Новгорода на поезд Триж. Паспортные данные полностью сходятся. А к кому Нижний ездил? Ты был в Нижнем Новгороде? Говорят, очень красивый город. Завтра будешь? Представляешь? Она нас с Сашенькой просто спасла, иначе это не назовешь. Она видела страшную аварию, и эта авария была. Если бы она нас не предупредила, мы выехали бы раньше, и нас бы не было в живых. Она удивительный человек, Люся. Да, крайне интересно. Но на самом деле, в таких случаях может сработать хорошо развитая интуиция, основанная на фактах, деталях, которые обычному человеку просто недоступны. Ну, какие факты и детали? Она видела аварию, которой еще не было. Март, ну я ученый, я могу предположить десятки вариантов. Например, она видела на дороге опасный поворот, и, используя логику, предположила, что там может случиться авария. Вот и все. Олень. Я познакомлю вас. Она посмотрит на тебя. И с первого взгляда расскажет тебе все, что увидит. Не надо. Мне предсказывать мое будущее. А мне мое будущее неинтересно. А если у тебя есть ко мне вопросы, так ты спроси у меня. Да, я тебе отвечу прямо и искренне. А я все равно вас познакомлю. Я против. Как скажешь. Иванович, пришли из архива документы. По Степанову Афанасью Петровичу. Он был командиром взвода Красной Армии, воевал на Ханхилголе. Спас какого-то монгольского из высшего офицерского состава, за что был награжден самим Чайбалсаном, захваченному японского офицера самурайским мечом. А что после войны? Да глубоко старости он жил в Москве, а умер вот 7 лет назад. Родственники. У него остался сын. Владлен Афанасьевич. Ну, он мог же этот меч во время войны потерять. Не ходил же он с ним. Ну да, он мог вполне его у родственников оставить. А потом эвакуация гражданского населения, дома разбомблены, столько семейных реликвий утрачено или меняли на продукты. Нет, он его не терял. Чего? Меч. Он был у старика до самого конца. Вот давайте с Саней скатайтесь, поговорите с ним. Хорошо. Ксения утверждала, что была в командировке в Санкт-Петербурге. На самом деле, она туда не ездила. Хотя отгула на работе брала. И где же она была? В Нижнем. Зачем? Мать у нее там живет. А зачем она нам наврала и мужу, непонятно. Да, это странно. Согласен. Я Андрюха в Нижний послал. Так что он разберется, что у нее там за страшная тайна. Значит, ты считаешь, что Ксения причастна к убийству? Ну, предполагаю. Допустим, преступник незаметно проникает в квартиру, убивает мужа, потом аккуратно выходит через окно. Приходит Ксения, видит убитого мужа, закрывает окно, подметает все улики, разыгрывает из себя оскорбящую жену. Временно это у нее было. Конечно, простой трюк. Он бы мог объяснить логично тайну этой квартиры. А вот только как он проник? Вот загадка. Я думаю, заранее все было подготовлено. Верезка на крыше. И крапкаясь на крышу, он утащил с собой длиннющий меч. В общем бы не это. Ты веришь в это страшное кино? Я вообще ничему не удивляюсь. Ну, значит, у нас он альпинист. Убийца-альпинист. Убийца-альпинист-самурай. Конечно. Конечно, помню этот японский меч. Именно с дарственной надписью. Он у отца на стене висел. Вот, Владлен Афанасьевич, вы помните, когда и кому отец продал меч? Он его не продавал. Как не продавал? Ну, время от времени к нему приходили всякие коллекционеры, музейные работники. Один мужчина очень его достал. Но расстаться с этим мечом отец не соглашался ни за какие деньги. А что за мужчина? Ну, отец не объяснял. Ну, вероятно, коллекционер какой-то. Папа жил один. Мы его часто звали к себе, но он все время отказывался. Говорил, мешать вам буду, молодым. А каких же мы молодые? Папа хорошую жизнь прожил. Долгую. Ему уже почти 90 было, когда случился этот пожар. Папа уже старенький был, но папиросы курил до конца своих дней. Упал, ударился головой об угол, потерял сознание. Ну, а папиросы... В общем, врачи сказали, что сгорел заживо. Вот тут я... Я сосковолил. Вот все, что осталось от тела самурайского меча. Он сгорел вместе с отцом. Меч? Это как металл может сгореть? Ну, я сам видел. Ножны деревянные сгорели полностью, остались только металлические части. Ну, а клинок... После такого огня, это уже не меч, а кусок железа. Он же отпустился, а клинок пришлось выбросить. Так что этого меча не существует уже много лет. Мы вернем. Ну, я надеюсь. Вот это парадокс. Мужика убили мечом, которого в природе давно нет. Знаю, Сань. Мне кажется, там все гораздо сложнее. А что сложного? Дед сгорел, меч вместе с ним. Я же видела, как меч вынесли из огня. Кто? Да не важно кто, важно, что меч был спасен. А табличка? Ну да, с табличкой не поспоришь. Эй! Потому что надо верить фактам, Люсь, при всем моем уважении. Фактам, фактам. Ты становишься, как Алексей Иванович. Учусь. Ты такая. Ты чего? Саня, ты вообще его кормил сегодня? Забыл. Саня, ты нормальный? Он же помереть может. Чего? Они его съесть хотят, вам прят приходится. Если б он на виду был. Что ж с тобой делать, а? Ушастик. Да. Забрать, что ли, тебя к себе? Пропадешь. С ними? Забирай. Спасибо. Саня. Я еще ничего не решил. А что здесь происходит? Проголодался? Стесняюсь спросить, кто. Я же просил убрать. Между прочим, Андрюха не шутит. Я его знаю. Это Люсин кролик? Ага. Да, да. Поздравляю с обретением дома. Всех троих. Люс, можно минуточку? Присаживайся. Спасибо, что помогла. Да ладно, это все ребята. А это ты же Новожилова увидела. Ну да. Как ты думаешь, зачем он туда полез? Вы же сами говорили, кокаин, это большие деньги. Я тебе кое-что расскажу, но этот разговор останется между нами, хорошо? Конечно. Я нашел тетрадь отца, в которой он заносил все факты коррупции ММВД в 90-е годы. Вот именно эта тетрадь пропала у меня из сейфа. Многие люди, о которых писал отец, до сих пор действующие сотрудники. Новожилов действовал не один. Они поняли, как только тетрадь попала в мои руки, что я представляю для них. Большую опасность. В общем, времени не так много. Либо я их найду, либо они меня... Вот так. Поможешь? Спасибо. Как ты? Ты нормально. Где живешь? Квартиру с ним. Слушай, мне твоя помощь нужна. Подожди, я хочу знать. Твой или Артемка? Ну да. Ну да, понятно, что я его люблю. И все понятно. Если я не его отец, она может мне запретить. И поэтому я хотел тебя спросить. Может, может, адвоката найти? Или ты можешь анализ ДНК сделать? Алла, подожди. Ты не торопись с адвокатом, ладно? Я вообще надеюсь, что Надя все в запале устроил. Про ДНК можно подумать. У нас же лаборатория своя. Надеюсь, Марина не откажет. Я позвоню, ладно? Да, спасибо. Держись. Угу. Держись. Это до друга. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Держись. Редактор субтитров А.Семкин